Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы приступаем к изучению подлинно пасхальной книги книги деяний святых апостолов. Христос воскресе, воистину воскресе. И эта книга начинается словами, это некий такой пролог ко всей книге. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Первая книга имеется в виду Евангелие от Луки, которая тоже своим адресатом имеет Феофила, как и вторая книга Евангелиста Луки, книга деяний святых апостолов. Феофил — это собирательный образ, потому что само это имя означает «любящий Бога». То есть и Евангелие от Луки, и книга деяний святых апостолов, они обращены ко всем любящим Бога. А автором той и другой книги является апостол и евангелист Лука. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который он вознесся, дав святым духам повеления апостолам, которых он избрал, которым явил себя живым по страдании своем со многими верными доказательствами в продолжение сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. В действительности мы не видим, чтобы, например, в Евангелии от Луки упоминалось о сорокадневном периоде явления воскресшего. Поэтому то, что мы сейчас читаем, это как бы и дополнение к Евангелию от Луки. И действительно сразу возникает вопрос, а почему Христос в течение сорока дней являлся апостолом после своего воскресения? Почему он не вознесся сразу после своего воскресения? Мы уже отчасти в других беседах касались этого вопроса. Христос называется первенцем из мертвых. И сразу возникает вопрос, а какой же он первенец из мертвых, если было воскрешение Лазаря четырехдневного, было воскрешение сына Наинской вдовы и других людей. И это описано не только в Новом, но и в Ветхом Завете. Да, те люди были воскрешены из мертвых, но потом, прожив какое-то время на земле, они умерли. А Христос, который воскрес, он уже не умирает никогда. Поэтому в течение сорока дней, являясь апостолом, Христос как бы показывал им новый формат воскресения. И в этом смысле действительно он первенец. И мы, когда умрем, а потом воскреснем, то после этого уже не умрем никогда, но вечно будем живы перед Богом. Поэтому вот это уточнение, оно полно некого смысла. В продолжении сорока дней, являясь им и говоря о Царстве Божием. А свидетельство о Царстве Божием – это центральная тема очень многих бесед Иисуса Христа. Таким образом, Он проглашал теократические принципы. И самое главное, христианская молитва содержит в себе слова, о том, чтобы воля Божия состоялась яко на небеси и на земле. То есть как на небе, так и на земле. Христос – Он царь царей. В Своем истинном человечестве Он совершал не только пророческое, не только пересвященническое, но и царское служение. И то, что Он проповедует о Царстве Божьем, с этого и начинается Новый Завет. Царствие Божие приблизилось. Это тема и предтечи Иоанна Крестителя. Это все не случайно. И собрав их, то есть апостолов и первых учеников, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Это слова Христа, но мы имеем слова Иоанна Крестителя. Я крещу вас в воде, но тот, кто идет за Мною, будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть действием Христа Дух Святой сходит на нас. И это очень все взаимосвязано. Дух Святой не мог сойти на человечество, которое не было очищено от скверны греха. Но когда Христос умер за наши грехи, воскрес для нашего оправдания, очищенное человечество оказалось способным принять Духа Святаго. И Христос говорил, я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. И по Иоанну Крестителю Христос есть Тот, Который крестит нас Духом Святым. А здесь Он сам говорит, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым. Далее. «Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» На самом деле Христос этими действиями устанавливает царство, церковь в этом мире. Рождение церкви – это именно День Святой Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов и других учеников. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Очень часто в Священном Писании вот эта Божественная Личность, Дух Святой, отождествляется с силой, с Божественной силой. Имеется в виду сила Божественной Любви, потому что апостол Павел прямо пишет о Духе Святом, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И Деве Марии в День Благовещения, когда она пережила свою Пятидесятницу, тоже было сказано, «Сила Всевышнего осенит тебя, и рождаемая от тебя святым наречется». Поэтому как Сыну Божию устанавливается наименование «Логос», то есть «Слово», точно так же и Дух Святой ему устанавливается наименование «Утешитель», также «Сила» и «Любовь». Многие древние отцы говорили, что Дух Святой по преимуществу это выражение Божественной Любви, но это не значит, что Любовь неприсущая или сила неприсущая и другим лицам Святой Троицы, конечно, нет. Итак, Христос говорит Своим ученикам, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». И действительно, если до принятия Духа Святаго мы видим, что плотские качества обнаруживаются в среде апостолов, то они спорят, кто больший, кто меньший, то они проявляют трусость, когда разбегаются. Петр трижды отрекается от своего Божественного Учителя, но когда Дух Святой — это сила Божия, сила Божественной Любви сходит на них, они ведут себя совершенно бесстрашно. Водимый Духом Святым — это тот, кто не ошибается, потому что Дух Святой всегда подсказывает ему, как поступить в той или иной ситуации. Именно поэтому Блаженный Августин однажды сказал «Люби и делай все, что хочешь». Имеется в виду, что когда человек принял любовь Духа Святаго в свое сердце, этой любовью возлюбил весь мир, он не может совершить никакого греха, никакого порока, потому что порок и грех — это то, что противоположно понятию любви, так как любой грех и любой порок, они по-своему суицидальны. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вот здесь мы видим, что апостолы Иисуса Христа и первые христиане, они не были свидетелями Иеговы, они были свидетели Иисуса, потому что они носили свидетельство Иисуса в своем сердце. Давайте вспомним, об этом мы будем читать ниже сегодня. что когда Иуда погиб, то апостолы выбирают нового апостола на место Иуды по принципу, чтобы он был один из тех, которые находились с нами, как они скажут, во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас и был вместе с нами свидетелем воскресения его. То есть апостола выбирали по принципу, он должен был быть свидетелем событий от Иоаннова крещения до смерти Христа, быть свидетелем его воскресения и его вознесения. Таковых, кстати, было немного, где-то около 120 человек. 120-150, не больше. И апостолы – это были те, которые имели свидетельство Иисуса, и они должны были нести это свидетельство до края земли. А что значит край земли? Имеется в виду, что надо было донести это свидетельство до каждого человеческого сердца. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Далее мы читаем. «И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужик галилейский, что вы стоите и смотрите на небо, сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». Вот эти два мужа в белоснежных одеждах, церковная традиция устанавливает, что это были ангелы Божии. И они свидетельствуют о Христе, что как он вознесся, так он и вернется в этот мир с небес. И с этого момента история церкви становится историей ожидания, когда же небеса шумом придут, и Христос явится в реальность этого мира. «Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его, восходящим на небо». И далее говорится о том, как ученики Христа пребывали в ожидании приятия Духа Святаго и в молитве. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илеон. Кстати, вот эта гора – это не случайная деталь. Илеон означает гора помазания. А так как помазание Духа Святаго совершалось над первосвященниками и царями, то надо понять, что в таинстве мира помазания, когда мы переживаем свою Пятидесятницу, мы становимся все крещеные царственным священством. И в Новом Завете говорится о том, что есть всеобщее священство, то есть каждый крещеный и мир помазанный, он принадлежит к царственному священству. А есть сугубое священство в Церкви – это деканат, пресвятариат и епископат. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемый Елеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути, и, придя, взошли в горницу, где пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Ифома, Варфоломей, и Матфей, Иаков Алфеев, и Симон Зилот, и Иуда, брат Якова. Вот здесь мы видим, что они перечисляются попарно. Попарно. Что это значит? Давайте вспомним, что Христос посылал их подвое, подвое на проповедь. Из этого текста мы можем установить, в какой паре был Иуда-Искариот. Он был в паре с Иудой, братом, Иакова, потому что только этот в этом перечне оказался без своей пары. И 14 стих. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марии, Матерью Иисуса и с братьями Его. Вот это то, что называется по-еврейски ремис, то есть намек. Мы можем сподобиться нисхождению на нас Духа Святаго, если и мы в молитве и в молении пребудем с Матерью Иисуса и с братьями Его, то есть со всеми остальными христианами, хотя здесь братьями Его называются дети Иосифа, обручника Девы Марии, которые имели такой статус. То есть, когда наши молитвы и моления возносятся к Богу вместе с ходатайством Девы Марии, то это усиливает действие этих молитв. Далее рассказывается об избрании апостола Матфея. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрано человек около ста двадцати. Мужи братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об июде бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричтен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда незринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его, и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наличии названа Акелдама, то есть земля крови. Здесь мы видим, что Петр действует как лидер первой общины, христиан, хотя мы знаем, что главой Иерусалимской церкви был Яков, брат Господин, но в данном случае Петр берет инициативу в свои руки, и он продолжает, в книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой, то есть то, что произошло с Иудой, все это было предсказано, и так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. А почему здесь подчеркивается, что Новый Апостол должен быть именно свидетелем воскресения Христа? Потому что одно из главных содержаний апостольской проповеди это свидетельство о чуде Его воскресения. А мы знаем, что свидетельство о воскресении Христа подчеркивает именно божественное происхождение Христа. Это с одной стороны. С другой стороны свидетельство о Его воскресении. Это свидетельство о той победе, которую одерживает своим воскресением Христос над смертью, потому что Он смертью смерть попрал. А это победа над дьяволом, который не смог удержать душу Христа в аде. Это победа над грехом, когда Христос, сойдя в ад, благоествовал находившимся там ветхозаветным праведником, и грех не смог их удержать в аде, потому что они тоже были омыты кровью Христа, и Он вывел их из этого мрачного места. И далее об избрании Матфея и поставили двоих Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились, и сказали, ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Июда, чтобы идти в свое место. И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Вот здесь мы видим избрание Матфея, не надо его путать с Матфеем, потому что Матфея призвал сам Христос, когда Матфей сидел на мытнице, а Господь позвал его идти за собой, и Матфей бросил свое ремесло мытарей, последовал за Иисусом и стал евангелистом, а здесь избирается человек по имени Матфей, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Есть такая точка зрения, что апостолы поспешили с избранием Матфея, потому что это место возможно принадлежало уже как бы на перспективу апостолу Павлу, потому что Господь предузнал каждого из нас еще от чрева Матери, и не надо как бы удивляться, что они могли допустить ошибку, они были люди плоские, потому что Дух Святой на них не сошел, и вот то, что они метали жребий, это тоже такое обстоятельство, которое может вызывать целый ряд нареканий, потому что когда метается жребий, тут как бы все очень гадательно происходит, хотя в церковной практике такое допускалось, например, когда избирали патриарха в начале 20 века на церковном соборе 1917 года, то были три основных кандидата и тянули жребий, тянули жребий, но все делалось с молитвой, жребий вытягивал некий схимник, человек, который реально готовился к этому моменту, постами, молитвами и молениями. Итак, мы сегодня рассмотрели первую главу книги «Деяния святых апостолов», и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать вторую главу этой книги.